Поездив по миру, члены Одинцовского отделения Союза художников в Подмосковье решили по рае на родной земле сообща поработать и высадили творческий десант. Пленэр посвятили памяти почетного члена отделения, 7 лет назад ушедшего из жизни, выдающегося русского художника Ивана Хохлова. Вдова Ивана Ивановича пригласила коллег мужа в их дом в Барвихе, где когда-то пленэры были частью жизни. Я думаю, что он очень этим доволен, потому что он всегда говорит, как мне жалко, что вот это вот стоит, и хочется, чтобы пришли друзья, чтобы это работало на людей. Не когда-то потом, а вот сейчас. И это вот случилось. В течение девяти дней команда художников работала в самых живописных и значимых местах района. Это образец современного храмоиздательства «Комплекс в Усове». Это уборы, где как свеча возвышается Спасский храм, созданный крепостным Яковом Бухвостовым, памятник архитектуры Нарышкинского барокко. И, конечно, жемчужина Подмосковья, Преображенский храм в Больших Веземах и усадьбах Голицыных. Все объекты весьма сложны для изображения. Ситуацию не облегчила и погода. Прошедшие дни принесли ураган, ливни, зной. Впрочем, опытным пленарщикам не привыкать. Более того, художники готовились, подробно углубляясь в историю, изучая жития владельцев Усова Сергея Александровича и Елизаветы Федоровны. Они читали, обсуждали деяния Годунова, Голицына, Пушкина, уделив особое внимание уникальной и нуждающейся сегодня в реставрации звонницы. В результате созданы серии работ, воспевающих красоту Одинцовской земли, ее уникальных памятников, напоминающих зрителю историю, творившуюся здесь, близ той самой царской дороги, по которой шли на богомолье русские государи, где они благотворили, где создавали свои бессмертные произведения великие художники, музыканты, писатели и поэты. Все такие короткие сроки, но за эти сроки мы так сконцентрировались. Вообще художнику положено концентрироваться. И все, что он может выдавать за час, за неделю, потому что когда это все растягивается во времени, тогда растягивается и на холсте, на бумаге. И вот эта концентрация меня очень просто подстегивала. Мне даже некогда было друзьям позвонить, потому что все было просто в таком ритме, в таком темпе. Самыми трепетными и увлекательными стали минуты отсмотра созданных за дни пленера работ. Строгость линий и изысканность в акварелях гостей из Санкт-Петербурга Ксении Поповой. Экспрессивность и глубина в работах Зои Говшинской из Архангельска. Мощные по колориту эмоционально и образно точные полотна Екатерины Ушановой. Эмоция, мысль, остающиеся в памяти навсегда. Пейзажи впечатления, пейзажи образа. Масляная пастель народного художника Татьяны Васильевой. Деликатной, нежной и мастеровитой рукой работает живописец Михаил Ушанов. Мощь и чувственность, агрессия и ранимость таков в творчестве Петр Чеканцев. Они друзья, коллеги, нередко выставлявшиеся вместе. Сейчас только до меня дошло, почему у него вот так все это, все кипит, все это. Он трудоголик раз в живописи, не на как в других делах. И к тому же он сидит, вот кажется, так вот, просто так вот машет, машет, машет этими. Послушаешь, как вот делал он эту самую копию. Он за 15 минут ее, натюрморт. То есть он мгновенно, у него все настроено, все у него там в руках, глаз. Не на весь пленэр, но удалось вырваться от младенцев и защитой дипломов молодым художницам. Ольге Светлечной, Яне Плющевой, Кате Лисицы. Жалко, что быстро, мало, да. Потому что тут, в общем-то, неисчерпаемые источники вдохновения. И очень много мест, которые можно рисовать и рисовать. И природа замечательная. Ой, воздух, сосны, эти церкви намоленные. История, в общем, все это вместе как-то создавало такую особую атмосферу. Эти работы у меня, таких не было. Они другие. Ну, не знаю, пока это хорошо или нет. Их надо дотянуть, дописать. Тогда они будут такими, как вот я хотела бы их видеть. И уже в скором времени эти работы можно будет увидеть на выставках в залах Москвы, в частных коллекциях. Конечно, авторы мечтают показать их в родном Одинцове. И еще художники уверены, что выставляемые в разных залах России и за границей, они обязательно привлекут внимание и интерес к нашему району. Что у зрителя возникнет желание приехать и увидеть эти бессмертные памятники, истории и архитектуры, места, где жили русские цари и творилась русская история. Мы планировали, ты помнишь, что мы планировали сделать такую общую коллекцию нашего Одинцовского отделения союза художников в Подмосковье. Это была первая такая, одна из первых, скажем так, задач. Но еще предзадача – это, конечно, рассказать об этом месте, которое называется «Царская дорога». А на прощание участники пленера по традиции пишут свой автопортрет на одном холсте, как память о счастливых и творческих днях. Ольга Винтер для телекомпании «Одинцова».